hello my darling с вами симона и мы с вами продолжаем играть в the invincible идем просто на базу сейчас к людям а может и не к людям я иду я иду в конце концов что мне терять вашу жизнь доктор действительно короче идем к людям а может и не к людям которые вообще-то хотят нас поймать растерзать пытать и вообще всячески над нами издеваться вполне возможно но мы идем в конце прошлой серии сказали что надо заходить медленно и с поднятыми руками я не знаю как поднимать руки в этой игре поэтому я просто не нажимаешь shift просто тихонечко тихонечко иду если можно было присесть я бы еще и присела но нельзя сейчас я кругом обойду потому что написано обыщите базу а вдруг мы найдем с вами что-нибудь интересненькое такое что-нибудь но нет мы наверное можно уже и shift нажать да мы наверно просто пройдем вот к этой штуке который нет прохода мы еще этот этот как его я забыла антимат анти антимат антимат это это какой-то чат-бот наверное короче в общем я забыла как они его называли каким-то страшным словом я смогу здесь обойти а я смогу даже здесь пройти точно я же совсем крошечный человек ребенка просто отправили мне кажется так ну короче ладно сейчас мы куда-нибудь а я уже заблудилась а я уже заблудилась но тут можно вот тут например вот еще один то есть их как минимум тут два я откуда вы пришла то а неважно ну в общем я вот здесь стояла торчала попробуем короче сюда зайти его здесь вот обошла по кругу пробуем теперь вот сюда может быть написано обыщите ну что значит о доложить силуэт что я видела да это просто робот через здесь а здесь ничего стоит не рыпается ну почему-то пугает как будто бы больше здесь и нечего смотреть вот это нажать нет не нажать а здесь нельзя зайти а куда же мне зайти а может они увидели что я тут шарюсь и закрылись и теперь не пускают меня а вот еще какой то есть проход тут нажать я захожу они не боятся никого пока пока чисто слушайте да мне кажется мне здесь и не найдем людей смерть солнца исправление статьи редактору такому-то ответственному за скандальную статью позорище мое доброе имя и принижающую мои научные достижения я вежливо прошу вас внести исправление в статью смерть солнца угрозы ученого на страницах 9 и 10 пятого номера научного журнала юный астрофизик за этот год в тексте встречается не только фундаментальные научные ошибки но также некорректные цитаты моей гипотезы с последнего конгресса прилагаю исправление согласно моим учтительное писание доктор буза а не база исследованием проведенным во время космических полетов скорость выгорания водорода звезд действительно зависит от их массы но это явление применимо ко всем звездам и наша как бы мы не хотели исказить законы физики никоим образом не находится за его рамками в чем же состоит моя гипотеза в будущем весь водород в ядре солнце выгорит сфера водородного синтеза будет расширяться пока температура не упадет ниже 10 миллионов градусов по фаренгейту само ядро сократится продукты сгорания водорода сами послужат топливом запустив второй этап реакции синтеза это продлит жизнь стареющего солнца еще на несколько сотен миллионов лет однако солнце из желтого карлика абсолютно точно превратится в красного гиганта сила гравитации в отношении земли венеры уменьшится и данные небесные тела отдаляться от звезды за счет чего будут спасены но перед смертью красное солнце успеет поглотить меркурий опираясь на свои исследования я гарантирую что заявление о сроке жизни солнца в 10 миллиардов лет 5 прошедших 5 оставшихся верно однако вопреки мнению редактора такого-то это не угроза основанная на вздорной гипотезе чушь и глупая мечта ищущего славы доктора астрофизики нарушающая покой человечества бренность присуща абсолютно всему во вселенной в том числе вскруженным собственной популярностью бездарным редактором научных журналов с уважением доктор буза по скрипту в случае отсутствия повторного издания с исправлением и извинений я буду вынуждена обратиться в суд с целью защиты науки и своей репутации вот чувствуете ну душновато стало кто-то сишки курил не я его в целом понимаю в целом но но душнит маленький душ нет есть есть немножко есть грешок так чё тут еще черный раз водка квартальных исследований эмпирические исследования и симуляции последнем квартале привели нашу команду к следующим выводам любой вид материи может превратиться в черную дыру вы записываете если не записывайте еще есть время черная дыра может поглощать свет благодаря гравитации мы соглашаемся с утверждением что существование такого объекта как черная дыра согласуется с общей теорией относительности мы с вами тоже с этим согласны я думаю черная дыра может поглотить звезду даже размера солнца поглощение или дематериализация звезды сопровождается вспышка энергии исходящей изнутри черной дыры тут я думаю тоже мы с вами спорить не будем сфера направленных исследований предметом фокуса дальнейших исследований станет сингулярность небольшая точка высокой концентрации массы внутри любой черной дыры по мнению нашей команды в этой точке нарушаются все законы физики так что можете зачеркнуть все что вы только что записали будь здоров правду говорят правду говорят люди знающие знающие люди подождите так это так это обратно в наружу они тут в наружу господи зачем такие блуждания так это тоже в наружу и туда да будь а я просто по кругу прошла обстановка зловещая а подождите я не понимаю что происходит пусто везде пусто да что-то вы слышали я в центральном модуле в их штабе вы просто взяли и вошли туда до дверь была открыта невероятно просто невероятно я нашла полную сводку каждый шаг каждая точка и время слушаю внимательно полевая база так главный корабль день нулевой место посадки их главный корабль в секторе и q28 непобедимый они его не переместили похоже на то попробую его отследить скажите что там еще как и нас их заинтересовал океан к нему они попали на седьмой день довольно поздно должно быть некуда было спешить до того как установить эту базу они располагались недалеко отсюда но похоже были нацелены именно на эту область когда они до сюда добрались на 15 день миссии они проводили исследования и во время раскопок нашли не поверите металлические конструкции чуть не поверим поверим значит у нас не было шансов их опередить нет мы еще были на орбите а у них уже вовсю шли работы в конце концов они отправили конвой в соседний сектор это был их последний шаг ну а возвращение сведений нет может я найду их там вполне вероятно не знаете какой у них идет день миссии они выехали на двадцать пятый день но отступать уже поздно нужно следовать за ними решение заваем хотя должен признать что мне тоже интересно что вы можете найти людей астрагатор они же не могли исчезнуть я отправлю спутник скоро мы получим снимок зоны посадки их корабля и увидим там ли еще непобедимый я продолжу осматривать их базу так вот это еще на 24 день они отправили конвой на север в сектор сектор где я нашла горского вы подозреваете что они отправились за его сигналом в это трудно поверить давайте не будем поддаваться паранойи здесь должно быть что-то другое ну вот фоточка фоточка есть нельзя ничего сделать с фоточкой так зона исследований ну наверно больше ничего а как как уйти я хочу уйти из карты вот журнал обновлен что это значит я думаю что это ничего не значит о можно наверх забраться ну подождите еще тут не все посмотрел я на пункте управления и чё я буду отправлять отсюда можно управлять несколькими аппаратами интересно какими как минимум одна из машин недоступна наверное в недосягаемости они его забрали ну давайте выйдем можно покрутить крутилку игру покрутить а давайте посмотрим может быть какая-нибудь доступна машина а я получила изображение но я не могу управлять этим объектом слабый сигнал должно быть слишком далеко прикол то есть как бы ничего нет не двигается ладно а может быть я каким-нибудь все-таки могу управлять прям и увижу и управлять смогу одна из них летающая какой-то зонт а это не тот который мы видели точно базы именно вытяните из него конечно данных много не бывает особенно в нашем положении нужно только найти где его посадить здрасте да где хотите а спуск а идем на спуск подождите а где мы но вот где-нибудь вот а вон место посадки туда полетели в прикол дэс прикол дэс или это имеется ввиду место посадки не его шн и а ее да я но в смысле что наш нет прям вот сюда мы его и посадим все нормально ой я сегодня этот короче буду насиловать вам уши русским языком вот такое настроение игривая присаживайтесь я посадила зонт так ну и чё ну все нет ну сейчас я сначала еще какие-нибудь другие проверю а потом пойду галиану но наверное два последних ничего нам не дадут да тут ничего ну да это было бы слишком жирно и так считай хотя бы две картинки мы получили вот все там журнал кой-то еще же можно наверх сходить чё тут вот у них есть устройство для перехвата аварийных сигналов тут почти ничего нет одна единственная запись смысле это что 1 2 бедняга он мертв ждал помощи больше суток критический уровень кислорода в крови умер от гипоксии место смерти ясно в этом есть смысл эти сведения уже никому не помог где-то рядом с городом 1 8 5 6 1 1 8 5 6 1 записывайте 7 5 4 да это горский мне жаль ты соврал реально он сказал что он не от гипоксии я знал что вы начнете винить себя конечно ночную я могла его спасти оставить ему этот чертов баллон почему вы мне не разрешили я принял правильное решение ясно с учетом обстоятельства имеющихся на этот момент короче мне тут уже надо другое мы дали ему умереть вот же дерьмо нет ясно вы тут ни при чем я отдал приказ хотела бы я смотреть на это так но не могу вообще я согласна он виноват чё он меня с панталыги сбил я же сама я же хотела ему дать баллон а он сказал сначала помоги себе так буду докладывать как зачем я это сделала что это я сняла силовое поле я вообще разбираюсь на самом деле поле снято заход открыт это все что здесь можно было сделать когда вы идти готовы доктор так последуйте за конвоем альянса еще одна минута и наш спутник будет над их кораблем окей я пойду она везет что там про облака сказал не успел прочитать я хожу ищу тут как мне что к сожалению корабля там нет не там не вы еще ищите и здесь нет а есть так нашел они еще на планете не улетели это радует спасибо вот первые снимки этой области если он запущен давно может там есть ценная информация может и есть а может и не есть вот что-то сделали базу приехали вот пожалуйста на вездеходе покатались так запись свежая здесь снимки моего приближения точно это ж я он фотографировал мое прибытие я на фото карточках это мы и так знаем есть что-нибудь еще нет база пуста должно быть он только недавно начал запись вот и все не густо блин ну что ж фигово а шо мне теперь делать то здравствуйте что-то мне написали последуйте за конвоем альянса а янта куда ага конвой туда поняли а я где эта карта непонятная я вот тут ну короче если рассуждать логически да и помнить что мы в игре а мы с вами помним это то нам надо в ту сторону где мы сняли вот это поле то есть нам надо вот это все кругом объехать и там внизу спуститься ну логично мы же для чего-то сняли это поле видимо туда нам и надо а я не могу карту открыть а нет я могу даже за рулем карту смотреть ну да мне сейчас вот налево полный вперед ой ой господи а чё такой тут прорыв обрыв точнее прорыв прорыв это что-то другое так ну чё сейчас же правильно я еду но я правильно еду вы ганну кто тут главный картограф это я вот путь открыт я же говорю все нормально так ну чё делаем ставки я ставлю на то что никаких я покидаю базу следую за конвоем спасибо мы же вроде это поняли все еще пока правильно я могу уже на другую карту перейти чтобы как-то понять вот вот хорошо сейчас прямо ну короче так понимаю тут вообще такая достаточно вот солнце солнце заходи спрячь за рощи целочь а я прошла за рожицы кстати читал так устали мои ножки бегать по лесной дорожке и тут пустыня а почему так тупит так руки опустились ага мне тут надо немножко куда-то леветь что сюда что а хорошо поет кстати да в натуре мне сюда ну сюда так сюда а я думала блин что будет достаточно просто прямо да и все а нифига я помню мы когда-то так катались с мамой еще в кита бородатые годы у нас была шестерка я держала в руках а карту а мама ехала но тут короче все этот одна за всех и карту держи сама и ехать надо сама и вообще все сама ой там вон какая-то я на месте проведения раскопок мимо него не пройдешь ты меня недооцениваешь в центре огромная машина какого размера их корабль должно быть весит сотни не тысячи тонн корабль который это все доставил должен быть гигантским до непобедимый больше любого из наших аппаратов даже самый по самых больших орбитальных станций голова кругом у меня мурашки от одной мысли что он так близко ну может вам и не доведется его увидеть ну ну что как бы я вам могу сказать интересно а мне куда вот так между ног ему ехать этому этому или чё ой а тут еще что-то объект любопытно глубоко под землей они нашли крупный объект он отличается от остальных давайте назад задим глубоко а это не часть конструкция какая-то независимая автономную машину значит робот но определенно похож на робота больше похож на робота чем другие конструкции это давай как-то чуть-чуть вот раскопки у экскаватора обширная площадь работы в их базе данных были фотографии этого места до начала раскопок сейчас его не узнать внутри находится конструкция до металлическая как на поверхности только полностью под землей можно выйти поглазеть я хочу прям вот это что такое исследовательский дух проснулся во мне кран еще есть еще пара небольших кранов по сравнению с этим колоссом они как муравьи да да принято они больше чем наши а как ты определила что он как робот чем похож на робота ведь снимаешь меня что ли ты вон там привет тебе сам себе режиссер там сидит наверху людей нету он счет тут все снимает ходит не будешь ты больше бежать все атлетка атлетка моя котлетка моя все пойдем поехали на машине буш высекать только куда ну вот прямо наверх что или сюда куда короче поверну сюда да все логично последуйте доследую как далеко до конвоя недалеко думаю даже с остановками я доберусь быстро вот мы уже одну просрали остановочку и даже в туалет не сходили сюда боюсь боюсь заблудиться на чужой планете ну реально блин потому что вы куда-то с вами уедем не туда как всегда я потом такая а почему какое небо голубое кто стучится в дверь моя никого нет как они туда своих огромных этих штуков здесь проехали а блин это же их астрагеттер я преодолела астрагатор и так направляюсь так в ущелье направляются понял ждать от вас тактические чего разумеется простой анализ ситуации никому не навредит согласен с вами ну какая же красотища на этой планете пункт наблюдения видимо я должна рядом с ним тормознуть пакин транспортное средство и как-то сюда забраться я же смогу здесь забраться наблюдательный пост у меня здесь будет вот сейчас чихну и и чё раз а распланируйте дорога ведет туда же куда направлялся конвой тогда почему вы медлите есть какие-то сомнения нет нет я не думаю все таки стоит туда отправиться если их нет на базе то должны же они черт возьми где-то быть и так какой план обходной маршрут ну давайте можно поехать напрямик туда же куда направился конвой или объехать чтобы меня до последнего не обнаружили смелое предположение объезд может оказаться пустой траты времени да нет давайте напрямик они все равно нас увидят в этом же наша цель мы хотим не думаю что есть большая разница направлюсь прямиком конвою ну мы уже были готовы к тому что они нас хватит за жопу еще на их базе логично я же все сделала в карте что надо было да чё уже теперь сейчас тратить время как говорится двум смертям не бывает и одной не миновать поехали чё ж поделать теперь правильно же я понимаю что ты мне сломал зачем нарисовано было ну ты козел а это что такое пипец ну я теперь никогда в жизни на еду ничего ладно просто последнюю страницу открой чё ты делаешь ну открой вообще последнюю какая ездим выль то вот вот хотя бы где нас видно вот надо было сюда нажать ну ладно хреню какой то вы страдаете зачем вы мне все стерли у меня все было нарисовано как ехать взяли все сломали я для чего тут наблюдательный пункт себе открывала чтобы что ну вроде правильно еду кто меня знает вот там какие-то приближаюсь к пункту назначения с этого момента принято соблюдать осторожность обещайте вообще-то у меня нет выбора дорога завалена ладно похоже одна из стен обрушилась чего еще ожидать от альянса разносят все на своем пути ну да мы такие аккуратные везде вон бычков чего уровень радиации возрос старыми тела ясно будьте осторожны остерегайтесь радиации и людей один из транспортеров застрял а стало быть вы уже добрались до конвоя пока это единственный еще остальные ага капец а там счетчик гейгер вообще трещит тур 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 ну туда никак больше не пройти ну да я пройду здесь ну чё ну и сломанный а ну вот залезла что это сложно было кушать астронавты но вы бы хоть чуть-чуть вы в зальчик ходили ну ё-моё ага а мне антимат точно так его и звать еще один передвижной еще один ску а они еще и нам в рабочем состоянии к счастью нет восхищаюсь вашей стойкостью спасибо видимо это такая защитная реакция мозга мне в последнее время очень тревожно а тут еще и пожалуйста диссоциация секунду здесь кто-то есть они мертвы значит кого-то все-таки нашли я так и знала что этим все кончится я не я так и знала было предчувствие что этим все кончится подождите а где 2 это вот еще один просто что здесь вообще произошло проверьте реестр антимата это как а а это вот здесь не проверьте реестр а крышка записывающего устройства сейчас посмотрю записи а надо удержать так ну мы же этим уже справлялись оп ну правда я не помню как я это делала я горевала по нашему круглому так они готовятся к отбытию конвой куда-то направляется навстречу гибели неминуемой подождите там они приближаются к моему местоположению что-то было вот я там была эти огромные краны сразу перед тем как этот странный артефакт достали на поверхность может это он радиацию излучает то они здесь отправляют зонт а они пытаются пробурить путь лучом антиматерии а он поэтому антимат называется похоже они нашли что что искали в этом жутком туннеле разумеется так транспортер уезжает жаль они загрузили контейнеры на один из транспортеров может он до сих пор где-то поблизости нет он уехал до свидания происходит что-то странное следующая фотокарточка люди торопятся покинуть тоннель подождите на предыдущий мне показалось о бегут от чего-то хочу вот вам и ответ на вопрос нужно ли забираться внутрь все это конечно крайне любопытно но в то же время риск слишком велик словом я это к тому что боюсь за вас ясно я тоже боюсь спасибо но это лишнее я умею за себя постоянно я не умею зачем врать я тоже боюсь и правильно делайте я бы дико боялась если бы осталось тут без вас один из антиматов выстрелил прямо в туннель и что было дальше естественно больше ничего только темнота полный хаос все разбегаются второй антимат вот что его уничтожила люди застыли в ужасе не знают что делать так его еще один антимат зафигачил он стреляет прямо по людям отстреливает их одного за другим кто-то спрятался за скалой откуда вы этот антимат оснащен тепловизором скалы ему не помеха один из них поднял руки он сдается мне кажется на следующем слайде ему жопа а машины распознают подобные жесты хотелось бы верить что машина могла почувствовать страдание некоторые программы позволяют распознать подобные жесты но вот состояние они не сострадание они не поддержатся страдание конечно же машина его убила просто взяла и убил этаж я фото карточки на фотографии я написано ясно последней фотографии сделано несколько секунд назад черт возьми стала быть машина активно машина расставляют расстрелявшись сотрудников альянса она может переключиться на вас в любой момент надеюсь что этого не произойдет может безопаснее будет надеяться где-нибудь подальше здесь на этом все а что тоннель а да точно сейчас дождите пойду посмотрю не слышу возражений как так ступайте ясно все равно поступить по-своему а если бы я хотела уйти мама а мне не говорили что это хоррор про восстание машин а чё журнал там на осмотрите местность по ту сторону не надо бубнить со мной не разговаривайте со мной до свидания я слышу какой-то шум ритмичный лязг металла он доносится из тоннеля наверное что-то до сих пор работает не торопитесь ясно связь прерывается не спешите я вас не слышу не понимаю что вы говорите я же тебе сказала не спешите на звук прерывается вполне ожидаемо вы же в тоннеле доктор соберитесь я свяжусь с вами как только доберусь вас понял это он движется ко мне несет что-то ну что подарок говорит на выбралась в какую-то пещеру ясно как слышно прием вас поняла что-то мне не хора голова как будто вот-вот лопнет дышите ясно вам нужен отдых а чё мне за этим о нет мне уже лучше хорошо можете описать обстановку ну тип чуть-чуть ай так это опять из-за этих вот этих металлические кусты такие же как раньше да ну внизу эти кусты как бы точнее выразиться получается альянс фрукты собирал оборванные ну вот робот похоже робот начал выполнять задачу и застрял какую задачу он переносит ящики почему вы решили что он застрял то что он кругами ходит повторяет один и тот же маршрут о май гарбу так а в контейнерах наверняка материал для исследований те самые фрукты как думаете получится их оттуда изъять хватка у него железные вырвать ящик будет непросто но я попробую посмотрим как он на меня отреагирует он меня просто отстранил оттеснил вообще никак не реагирует он может это и хорошо а то он мог отреагировать так что и мало бы нам не показалось никому здесь а чё еще здесь можно разглядеть да все кроме робота ничего оба щите местность но я пытаюсь братан ты это дело бросай мне кажется не надо тебе те в отпуск надо братик а чё мне надо с ним сделать что нибудь ну вот она показывает вот этого чубрика показывает кусты показывает офигеть тут этого тут тут целый опять город металлический офигеть а шо делать ну с ним никаких нет взаимодействия короче туда пойдем туда что тут ничего просто больше некуда идти в ту сторону нельзя если я конечно же все правильно понимаю а я скорее всего все правильно понимаю там как раз по кругу ходит этот этот ой надо от этих кустов как-то подальше держаться это постоянно происходит рядом с кустами о похоже они брали образцы почвы вижу скалы на камнях скалы на камнях по ним видно что внутри и и что же металл до металлические внутренности а это надо ближе подойти наверное как выйти давай чуть-чуть пробежимся о не надо оси чем мы это сделали что-то переписали а тут здрасте но почему отсюда я не могу на это вот это вот посмотреть ну могу же но не могу приблизить корни тоже видны они растут не из скала из какого-то сплава напоминает живую ткань металлические кусты растут из металлической почвы да можно и так сказать получается все эти кусты настолько я понимаю они растут из скал но корни уходят в металл может вам следует присмотреться лучше доктор а может вам следует как-то уже перестать скептически относиться к моим словам можете проверить чего что как у вас есть идея астрогатор доктор если там сплошной металл я воспользуюсь детектором разумеется отлично я проверяю о все сходится сплошной металл а кусты напрямую связаны со всей системой любопытно похоже на постройки которые я видела когда шла по следу горского да возможно это это будто два разных поколения первое древнее мертвое второе выросло на остатка на останках первого в виде кустов секунду вы имеете ввиду что новое поколение живо живым его назвать нельзя это нельзя исключать исключать такую вероятность нельзя это вы говорите биолог а как же клетки мембраны органы хлоропласты для меня вывод только один жизни здесь нет доктор дело в том что мы привыкли называть живым только белковые организмы вроде нас самих но это актуально только для земли и вселенной плевать на нашу классификацию вот именно ясно вы что отворачиваясь от своей профессии от ваших от всех знаний открытия исследования я просто стараюсь понять неизведанное ой 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 я так больше не могу что 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 моя маленькая давай приляжем ой только не к этому где ни в другом месте приляжем что что мама ты чего ты зачем что происходит мама блин у нас разжижается мозг как у этих всех последуйте за этим чубриком арктаном для этого надо встать робот пропал видимо вы вывели его из петли я не что то вы наверняка сделали неважно постараемся его найти но прежде всего вам нужно оттуда убраться сейчас же нашла робота далеко не ушел хорошо следуйте за ним а если сейчас в него антимат начнет стрелять или если он его активирует они здесь родичей может нашли и жить теперь здесь будут чё гудит чё гудит чёрт он поднимается блин а за этими скалами нельзя что робот нет антимат чёрт нужно действовать быстро скорее ясно бегите нет он меня убьёт ясно вы живы да он уничтожил робота что он делает сейчас на меня смотрит о нет спасибо вам зонт мне в этот раз не поможет всё кончено зонт больше не прилетит ясно сохраняйте спокойствие зонт не прилетит нет не смейте умирать ну извини пожалуйста не сдавайтесь нельзя нельзя я вас подвёл чёрт возьми простите меня да подождите не паникуйте это всё я виноват слышите это я принимал решение стоп что вы сказали как я выжила подождите вы говорили что у вас был выбор ясно вы живы если вы могли отказаться от миссии то почему не отказались после нескольких успехов вы безопасности вы относительны а антимат почему то он решил не убивать меня пожалуйста продолжайте я вся внимание согласитесь вы проделали блестящую работу и закончится должно тоже блестяще да полностью согласен но тогда казалось это могло стать жемчужиной всей экспедиции только представьте вы могли нас хотя бы спросить я совершил ошибку теперь мне это понятно никогда себе этого не прощу я от вас этого не жду Марит вас тоже уже не простит я вас прощаю ну так вот легко сказать да вот когда я человек как бы сторонний знаете я то их никого не знала лично сижу себе тут такая в игрушки играю правильно как бы простить а чё ещё делать уже не вернёшь ни злостью ни прощением ничем но как-то как будто бы это правильно но легко говорить вот я бы знала например всех этих людей и ни хрена себе потому что он захотел жемчужину исследования они все погибли но с другой стороны он же не знал он же не знал неужели он оголтелый придурок который просто из-за какой-то непонятной цели хотел всех убить ну я вас прощаю я не могу вас винить все таки вы командир принимать подобные решения ваша работа как и жить с их последствиями ой я чё туда пойду я ваши слова много для меня значит ясно спасибо чё я туда пойду я туда не пойду Так, ну что будем делать дальше? Можно уже за вами отправлять посадочный модуль? Я не могу просто взять и улететь. Особенно теперь я не могу... А, это уже... Я не успокоюсь, пока не выясню, что произошло с этими людьми и как им помочь. А, с нашими людьми. Проверьте остальных членов экипажа. В смысле? Каких еще? А, уничтоженный робот. Про материал для исследования можно на время забыть. От Арктана остались только ноги. Судя по всему, предлагаю, что весь конвой мертв. Если правда рассчитывать что-то выяснить, советую искать записывающее устройство. Первый антимат, много чего нам сказал, второй уничтожен. Вы говорили про зонд. На нем наверняка есть ценная информация. А, вездеходы. Они есть в списке конвоя? Найдите вездеход. Здравствуйте. А, ну вот, наверное, остыл проход. О, все уже остыло. Вон там, наверное, все и есть. Вот вездеход. Он прямо передо мной. Так, найдите записывающее устройство. Здесь никуда зайти нельзя. А что? Ну я же нажала. Ой, там человек. Ну, мама, ну почему? Так. Ну что, послушаем. База, ответьте. Говорит Ангте. Слушаю вас, Ангтке. Говорит Теслюк. Докладываю. 25-й день миссии. 7 часов. Мы прибыли на место. Я видела это на фотокарточке. Мы наткнулись на естественное препятствие. Ну и уже... Мы получили постоянный доступ к месту добычи. Материал для исследований. Теперь разбираемся с транспортом. Доктор Буза и доктор... Астре... А, уже начали. Ага, вас понял. Передаю. Дайте знать, если будут новости. Принято конец связи. Ммм, это еще не все. База, как слышно? Доктор Буза хочет с вами поговорить. Говорит Теслюк, прием. У нас тут открытие. Так, внимательно слушаю. 25-й день. База, говорит Буза. В этих крошечных кристаллах содержатся невероятно развитые технологии. Ага, по отдельности они хрупкие и беспомощные, но в совокупности стимулируют поддерживать друг друга, а также обзаводятся новыми свойствами. Сначала у них появилось электромагнитное поле, а потом... Несколько малых кристаллов собрались вместе. Собравшись большую группу, они активизировались и зависли в воздухе. Это пока что самое важное открытие. Я не ослышался? Чем больше группа, тем легче, свободнее. Да, похоже, они летают. Будто рой механических мушек. Постойте, доктор, это кристаллы или мушки? Одно из двух. О, да, называйте как хотите. У этих созданий идеальная трехстворчатая структура. Три заостренные конечности растут у стуловища в центре. Под прямыми лучами света они черные, как смоль, а в отраженном свете отливают синим. По словам моего коллеги, форма похожа на брюшко некоторых зимных насекомых. Марковник? Так, навигатора сейчас на месте нет. Передайте ему, что мы отправим отчеты, как только он появится. И пусть еще один транспортер отправит. Идет? Автономные роботы размером с мушек? Это еще не все. Давайте дослушаем. Алло, конвой. Антке, как слышно? Вы меня слышите? Да, да, слышу. Мы закончили погрузку, готовимся к отправлению. Нет. У нас обстановка накаляется. Отправьте материалы и возвращайтесь на базу. Что? Почему? Что-то произошло. Разведчики вернулись из этого города. О, ну так отлично. Алло, теслюк. Говорит навигатор. Ничего не берите, просто уходите оттуда. Немедленно, это приказ. Последняя запись. Невероятно. Микроботы летают группами, как мушки. Они могут влиять на другие машины. Вплоть до того, что эти машины могут представлять угрозу для людей. Угрозу могут представлять и сами микроботы. Что-то мне подсказывает, что не всех людей убили крупные роботы. Кажется, я все понял. По меньшей мере, частично. Ученые Альянса дали ясно понять, что все это как-то связано с электромагнитным полем. Полем, которое окружает мушек. Всякий раз, когда проявлялись неприятные симптомы, их сопровождало это поле с показателями. Так, сначала я думал... Так, все-таки машины были так. Оказывается, их повредило именно поле. Получаются неполадки, это следствие, а не причина. Почему я раньше об этом не подумала? Длительное воздействие электромагнитного поля может повредить человеческий мозг. Негативные долгосрочные последствия могут продлиться несколько месяцев, а то и лет. Можно поподробнее, доктор. Что это за последствия? Различные нарушения работы мозга. В некоторых случаях отказ жизненно важных органов. Стало быть, Марит... Скорее всего. Потеря памяти. Тоже признак воздействия электромагнитного поля. В подобных случаях тело человека продолжает работать в штатном режиме, но человек в таком состоянии беспомощен и уязвим. Будто младенец, который не осознает окружающий мир. Сможет ли человек после этого познать мир заново? Частично теоретически. Точно сказать не могу, подобных прецедентов не было. Человеку всегда есть куда развиваться, но осваивать все заново. Мозг ведь совсем ничего не вспомнит, даже язык. Не вспомнит нас, наши миссии. В общем, новая жизнь будет далека от нормальной. Как у ребенка, но во взрослом возрасте. Такие люди, ходячие диковинки и... Возможно, стоит изучить этих мушек. Может, тогда мы поймем? Сейчас у нас есть... Ага, так ты задолбал тараторить! Я вас поняла, астрогатор? А я вот ничего не поняла. Только на монтаже потом почитаю, что он там сказал. Будем иметь в виду. Что-то он там сказал. Что-нибудь еще тут потыкаем. Ничего мы не потыкаем. А, это... Переключать... А, ну-ка, сначала надо врубить. Вот, база вторая. Это что? Я что-то включила. Не знаю. Короче, давайте уже, наверное, с вами в следующей серии будем разбираться. Короче, я не могу, я не могу. Меня прям, это, мурашит. И так вот, реально, с каждой новой серией у нас какие-то новые постоянно открытия. Открытия за открытием. Короче, прям приколдесно. Мне нравится. А вы свое мнение, как всегда, конечно же, пишите в комментариях. Напишите мне, что он там все-таки сказал. Этот тараторищий Новик. Ёперный театр. Не могу его терпеть. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok